Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан говорит, что я слышал, как ты это сказал еще раз, но я не помню, какое имя ты сказал. Когда баран говорит, что нам делать, мы будем называть его сыном, пока ты его не запомнишь, он говорит, что Дилана больше нет, я должна запомнить это имя, я хочу, чтобы мама назвала нашего малыша Айтан. Когда Харон отклоняет предложение Ясмин, Ясмин говорит, если бы ты хотела быть со мной, ты бы пришла, тогда почему ты расстраиваешься? Когда Харон говорит, как я могу уйти из ресторана, мои маленькие тети, позвольте мне грустить. Женщина, которую я люблю, уходит. Ясмин понимает, что на самом деле она не хочет, чтобы он уходил. Когда Дилан напрягается и говорит, что оно начинается на букву М, Бэрон начинает считать существительные, начинающиеся на букву М. В тот момент, когда вы думаете, что имя Дилана не очень известно, раздается звонок в дверь и приходит Джихан. Он говорит, что комната очень хорошая, и когда он ставит Джихана в неловкое положение во время разговора с Бараном, Джихан уходит. Дилан, ты смутила ребенка, когда он злится из-за любви, Баран говорит, что я сказал. Дилан говорит, может быть, у него есть девушка, может, он не может об этом рассказать, ему стыдно. Потом Дилан говорит, что благодаря идее Джихана появилась детская комната. Когда Бэрон говорит Дилану, ну, мы ничего не включили о твоем детстве, Дилан грустит, потому что у него нет ничего подходящего. Когда она говорит, я выложу свою фотографию с мамой, что мне делать, Бэрон утешает ее, говоря, не волнуйся, ты здесь, если ты там, то все есть. Когда Дилан говорит, я собирался позвонить своей матери, пока не забыл, Баран звонит Дживдету и просит Дживдета помочь, если осталось что-нибудь от детства Эдлана. Когда господин Кудрец спрашивает Гуль, видит ли она свою мать или нет, и о состоянии ее бабушки, Гуль объясняет, что она не очень хорошо себя чувствует, отец Кудрец, и моя мать была очень грустна. Пока они пьют кофе, к ним приходят Бэрон и Дилан. Когда Гуль видит, что Дилан в плохом настроении, она спрашивает, расстроена ли она. Когда Дилан говорит, что моя мать не сможет прийти на роды, госпожа Азади говорит, что все в порядке, дай бог, моя дочь. Дилан говорит, что поскольку моя мать использовала другое удостоверение личности, против нее возбудили дело, и, возможно, она может быть наказана. Когда Бэрон сказал, что Дилан снился, госпожа Азади сказала, мечта беременной женщины сбывается, это хорошо, дай бог, дочь моя, скажи мне. Пока Дилан рассказывает о своем сне, Джихан и Ферат приходят друг за другом и хотят что-то сказать, но Бэрон заставляет их молчать и велит сесть. Дилан видел во сне мою мать. Во сне мама Айтон смотрела на кроватку в детской и любила ее. Потом, когда я подошла к ней, она прошептала мне на ухо свое имя, но я не могу вспомнить это имя. Когда Бэрон сказал, мы назовем его так, как сказала моя мать, Дилан ответил, вы не будете на нас обижаться. Господин Кудрет, мы когда-нибудь расстраивались из-за чего-то подобного. Скажите, как она выглядела, спрашивает Айтон вашу мать. Дилан была такая красивая, она была как ангел, она не снилась мне уже много лет, может быть ей грустно, потому что она расстроена из-за меня. Бэрон говорит, почему моя мама должна расстраиваться. Когда я сказал тебе, что у меня такое чувство, я выйду в сад и подышу свежим воздухом. Когда господин Кудрет выходит в сад, Барон идет за ним и спрашивает, с тобой все в порядке. Господин Кудрет говорит себе, я совсем не хороший, сын мой, я заставил и тебя, и себя посмотреть в глаза убийцы твоей матери, это все для того, чтобы защитить тебя. Тогда Бэрон плачет, потому что рана его совести настолько тяжела, я не смог защитить тебя, я не смог защитить твою мать, твою сестру, я не смог привлечь к ответственности и отомстить тому, кто сделал это с нами. Он говорит, когда я открыл глаза, я был в реанимации, не говоря уже о мести, я был настолько мертв, как если бы я был мертв, понимаете, я не мог ни умереть, ни жить. Бэрон мотивирует своего отца, говоря, что ты всегда был с нами. Когда Дилан и Баран покидают их, Ферат садится рядом с Гэжой Азади и спрашивает меня, я давно хотел кое-что спросить, как бы меня назвала моя мать, если бы знала, что я жив. Ферат радуется, когда господин Кудрет говорит, что назвал тебя Айтеном, моим сыном. Госпожа Азади говорит, что да, сынок, тогда я попросил у Хаджера разрешение и попросил Айтен назвать ее имя, и она дала разрешение. Поскольку Барана нет дома, Дилан приносит ему пальто и говорит, что отцу моего сына не следует простудиться. Бэрон очень доволен вниманием Дилан и ласкает ее. Когда Дилан спрашивает Барана, что случилось, Бэрон сначала отвергает это, а затем говорит, папа сказал, что твоя мать расстроилась из-за меня. Когда Дилан говорит, что именно поэтому он стал таким эмоциональным, Бэрон говорит, что это не так, он как будто скрывает от меня что-то большое. Дилан говорит, что я думаю, что папа Кудрет ничего от тебя не скрывает, если он это скрывает, то скрывает, чтобы защитить тебя, он что-то знает. Тем временем у Барана звонит телефон, и он получает известие о том, что его работа одобрена. Хотя Бэрон приписывает это Дилану, Дилан говорит, что ты сделал. Все в тебе талант и трудолюбие. Джевдит находит любимый снежный шар Дилана, но расстроенный тем, что он сломан, звонит Цеврии Баран и говорит, скажи ему, он найдет способ. Бэрон и Дилан приходят к людям внутри и сообщают хорошие новости о том, что работа, отправленная Бараном за границу, одобрена. Пока все очень радуются и поздравляют Барана, у него звонит телефон. Звонит Джевдит, и когда он говорит, что нашел снежный шар Дилана, но он сломан, он говорит, пусть это будет Баран, я с этим разберусь. Когда он поворачивается к Дилану и хочет уйти, говоря, что у него есть дела на улице, Дилан спрашивает, что случилось. Однако Бэрон уходит с пренебрежительным ответом. В это время Коробей приятно беседует об имени во сне Дилана. В то же время господин Феррат и господин Кудрет обсуждают, что задумал Хасан. Когда Феррат спрашивает, стоит ли нам рассказать об этом моему брату, господин Кудрет отвечает, что ему и так приходится нелегко и давайте не будем его этим расстраивать. Бэрон входит в особняк с подарочной коробкой в руке и идет прямо в спальню. Но Дилан, проходя мимо, слышит, как звонит его телефон, следует за ним. По телефону человек Барана объясняет, что он выследил Шаира с Дживахиром, и когда он вешает трубку, в комнату входят дела. Он спрашивает Барана, чем ты занимаешься, сколько часов ты отсутствовал и тайно разговаривал по телефону. Затем он замечает коробку на кровати и спрашивает, чья она. Бэрон говорит, что это будет для тебя сюрпризом, давай, открывай. Когда Дилан извиняется и открывает коробку, он очень рад видеть, что это снежный шар из его детства и обнимает Барана. Благодаря вам в комнате нашего сына появится частичка меня, и это будет очень значимая часть. Пока они все сидят слева, Джихан говорит, у меня очень важный экзамен, я обещал брату и отцу, сдам его в этом году, конечно, если он не сдаст меня в этом году. Хасан спрашивает, как дела, племянник, но Джихан проходит мимо него, не отвечая. Затем все в зале встают и уходят. Когда Хасан жалуется госпоже Азаде, что меня все исключили, она говорит, что нет дыма без огня. Посмотрев свою книгу грехов, он тебя задевает. Дилан объясняет, что снежный шар очень ценен, потому что это первый подарок, который она получила от своих братьев и сестер. Дилан рассказывает, как ему было больно. Он говорит, во время переезда я запаниковал и уронил очки из рук, разбив их все. Я слышал много руганий от Гэжи Ханифе, затем она собрала их все и бросила в мусорный бак. Мусор точка. Но Зюмлюд и мой брат взяли его из мусора и принесли мне, поэтому я его плотно спрятал, объясняет он. Они как будто понимали, что их матери меня не любят, а любят. Мы вставали по ночам и вместе готовили пудинг, потому что я люблю пудинг. Мы наводили беспорядок, а затем вместе убирали его. Бэрон говорит, я понимаю, что ты жаждешь пудинга отсюда, давай встанем и приготовим его. Узнав, что его мать дала ему имя Феррат, он разговаривает с Гулем и говорит, видишь ли, моя мать дала мне имя, я не мог однажды назвать его мама, говорит Гуль, не думая об этом больше. Но Феррат очень расстраивается, у меня украли жизнь, я всю жизнь буду нести это бремя на своей спине, что же нам делать, это моя судьба, мне достаточно, мама дала мне имя, обещаю тебе, моя мама, я буду усерднее работать, чтобы быть достойным имени, которое ты мне дала, покойся с миром, мама. Когда Джевдит отсылает Харона, он очень расстраивается из-за своей ситуации и спрашивает, не думай о нас, мы позаботимся о себе, ты иди, ты и Ясмин на самом деле не собираешься следовать за своей любовью, не так ли? Ясмин слышит их разговор и прислушивается. Пока Бэрон и Дилан готовят пудинг и разливают его по контейнерам, Бэрон снова поднимает тему имен. Дилан говорит, конечно, я не забыл, конечно, я подумаю об этом, и пока он соскребает дно кастрюли и ест, Бэрон хватает Дилана за подбородок и собирается поцеловать его в губы. Дилан отстраняется и отстраняется. Говорит, что ты делаешь, сейчас кто-нибудь придет. Пока Ясмин готовит чемодан, ей на помощь приходит Цеврии. Когда он видит, что лицо Ясмин очень напряжено, он спрашивает, какое у нее лицо, Ясмин говорит, что она злится, потому что ведет себя так, как будто ее бросили. Может, не стоит идти, потому что ты любишь Цеврии, тем, кто уходит, легче, тем, кто остается, тяжелее, чтобы это не было, он оставляет ее одну и уходит, думая, что ты уже все закончила. Бэрон расстраивается, потому что он пропустил слишком много пудинга, и когда он говорит Дилану забрать его у тебя, я наберу вес, Дилан спрашивает, заставлял ли я его это есть, если ты его не ел, то все. Когда Бэрон сказал, что это очень приятно, Дилан ответил, ты просишь, я всегда сделаю это для тебя. Потом, когда Бэрон спрашивает Айтен, что мы будем делать, если я не смогу вспомнить имя, которое сказала мать, Бэрон говорит, что нам делать, мы выберем одно из трех имен, оставшихся в куту. Дилан говорит, а нет, если они знают, что это произойдет вот так, они снова посмотрят на нас, я должен это запомнить лучше всего. Он говорит, что мы забыли положить снежный шар в комнату моего сына, и использует это как оправдание, сидит там и говорит о том, что все готово, сынок, у тебя осталось только одно имя. Он засыпает, сидя на стуле. Во сне на этот раз Дилан идет к госпоже Айтен, пока она сидит с кем-то в беседке в саду. Когда Дилан говорит во сне, мне неловко, Айтен, мама, я не мог вспомнить имя, которое ты прошептала мне на ухо, мужчина говорит, это мое имя. Когда Дилан спрашивает, кто вы и как вас зовут, Айтен отвечает, мисс Мирхан, а Дилан говорит, Мирхан, ага. Когда Дилан просыпается, он радостно выходит из комнаты, говоря, теперь у тебя есть имя, сынок. Когда он приходит в комнату, баран спит. Дилан вышивает имя своего сына со словами, завтра все узнают его имя, сынок. Он очень взволнован и время от времени наблюдает за бараном. Когда Эсмин наблюдает за Харуном у двери ресторана, чтобы попрощаться с чемоданом в руке, она втайне не хочет уходить. Харун думает, что если с тобой все в порядке, он дарит Ясмин набор ножей в подарок. Затем Ясмин внезапно прыгает на шею Харуну и обнимает его. Когда Ясмин уходит с чемоданом в руке, Харун смотрит ей вслед. Дилан засыпает на диване с именем, которое написал на руке. Когда Берон просыпается и видит, что она спит там, он паникует. Когда Дилан говорит, все в порядке, со мной все в порядке, и показывает ему вышивку в своей руке со словами «Я помню это, потому что здесь написано имя нашего сына», Берон просит посмотреть на нее, но Дилан не показывает ее, потому что он думает, что узнает об этом вместе со всеми остальными. Ясмин плачет и жалуется, что здесь все так хорошо, надо было сказать «Не уходи и оставайся» и вдруг говорит, почему я не сказала, что не пойду. Харун злится на себя, у меня не хватило смелости пойти. В магазине говорят, что мужчина оставляет женщину, которую любит, одну. Затем он внезапно закрывает магазин и уходит. Поэт пошел за покупками, и когда Дживахир смотрит на то, что он купил, и оно ему не нравится, поэт объясняет, что он купил консервы, потому что еды мало, а процесс приготовления сложен. Дживахир говорит, посмотрите на ситуацию, в которой мы находимся, те, кто поставил нас в эту ситуацию, будут привлечены к ответственности один за другим и спрашивает, есть ли какие-нибудь новости. Дживахир очень злится, когда говорит, что есть поэт, босс, и показывает, что в социальных сетях есть новости о том, что дизайнер из Мардина открывается миру. Но он говорит, подожди, я воскресну и напишу имя барана на его надгробии. Ясмин говорит, я не пойду, Харун стоит для тебя всего. На обратном пути он встречает Ахаруна. Когда Харун спрашивает, почему ты не ушел, Ясмин говорит, почему ты не пришел за мной, поэтому я не пошла, мы готовим везде. Когда Харун говорит, наш ресторан лучше, чем где-либо еще, конечно, если ты там, Ясмин говорит, я согласна и они обнимаются. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok